Девушки отдыхают У меня такой вопрос. Вот я, как курящая женщина, у меня есть большая проблема. Я не могу бросить курить. Когда кто-нибудь мне говорит, ну или пытается меня заставить бросить курить, я очень сильно злюсь. Прям я не могу это себе, не могу это объяснить. И потом очень стыдно мне за мое поведение, но вот так происходит. Что делать в такой ситуации человеку верующему? Ну человек верующий, а теперь курить не будет. А злишься потому, что понимаешь, что бессилие перед данным грехом. Это превратилось в страсть. Есть банальная вещь. В миру говорят, курение – враг здоровья. В ситуации говорят, помни день смертный, и вовек не согрешаешь. Просто надо подумать, что тебе курение грозит после смерти. Если человек верующий, рано или поздно бросишь курить, если будешь бороться. Просить курить, допустим, в среду, в пятницу ради Христа. Когда приобретете навык, в среду, в пятницу, потому что Христа предали, в пятницу распяли. Когда приобретете такой более-менее навык, устойчивый в данный момент, то начните не курить в посты церковные. Рождественский, Великий, Апостольский, Успенский пост, прекратите курить. Потом добавьте праздники церковные. И мало-помалу, если нет сил бросить, сразу курить бросите. Но это можно только, если вы будете практиковать хождение в храм и общение с Богом. Такое не лицемерное, не сухое, а живое. Ну, ты постепенно бросите курить. А злитесь из-за гордыни. Это опять гордыня. Конечно. Неужели все от нее? Ну, это основа всякого греха. Почему основа? Ну, любое здание стоит на неком фундаменте. Любое мировоззрение стоит на неком фундаменте, правильно? Любое мировоззрение, любая мысль стоит на неком фундаменте. Вот ваша мысль, моя мысль. У вас и у меня внутри есть фундамент. Ну, жизненный опыт. Некое, может быть, духовное учение у кого-то. У кого-то опыт, который он приобрел участь. Ну, фундамент. И любое зречение основывается и выходит из вас на неком фундаменте. Вот человек все время матерится, какой фундамент? Ну, гнилушка там у него внутри. Человек молит, какой фундамент? Вера в Бога. Буддист у него там, буддийский фундамент. Понимаете? У христианина это Христос основа всего. И вот мировоззрение человека происходит из-за этого. Не получается, все грешники это все градицы? Естественно. Потому что грехом, это прежде всего, само мнение. Нежелание общения с Богом. А я так не хочу, а меня так не устраивает. Что грешники говорят? Тот, кто не хочет каяться. Грешники там и все. Но есть два разгодника, которые висели со Христом. Один покаялся. Убийца одинаковая, гандиты там, Тони там были. Ну вот. Но один покаялся, вошел в райские обители, а другой нет. Один насмехался над Христом, а другой его усмирял. Ну вот и один вошел в райские обители, первый из человеков. А другой нет, вошел в ад. Но в основе любого греха, греха. Потому что сатана, когда восстал против Бога, сказал, я вознесу свой престол на уровень престола Всевышнего. И решил, чтобы он поклонил вас всей вселенной. Гордыня. А потом уже искусил человек. На чем его поймал? Если вкусите плод, будете как боги. На чем сыграл? На гордыне. На чем играет любая человеческая реклама? На самом ней, себя люби. Опять гордыня? Ну вот, почему курить, бросить не можешь лишь? В основе чего лежит твое зло? Гордыня. Почему не можешь бросить курить? Слабоволие. Слабоволие из-за чего происходит? И пора если разбрать эту систему слабоволия. Потому что в детстве, ни в юношеском, ни в данном возрасте, никогда даже не пыталась быть с Богом. Почему? Потому что в основании само мнение. А я так думаю, а я так считаю нужным. А что это? Гордыня. То есть везде, где присутствует я в предложении первого. Да. То есть если подлежащее у нас идет я, значит это уже пошла гордыня. Если нет здорового чувства конкуренции, здорового чувства гордости за свою работу, мне кажется, это тоже нет. Мы с тобой радостно избирали. Есть понятие гордыни, а есть достоинство. В чем может быть достоинство вашей древнейшей профессии? Она вторая. По древности. Ну все, если говорить о древнейшей профессии на земле, все смешки, а это все-таки служение Богу. Авель, вышедший из поля, когда сотворял жертвенню Богу, в первую очередь от своих трудов возложил жертвеннюю Богу. То есть служение Богу – это и есть предназначение и древнейший род человеческой деятельности. А то, что имелось в виду, когда мы говорили, это противопоставление. Потому что любому доброделанию в Боге противопоставляет демон, дьявол, сатана, как хотите называть, хрен редкий, как говорится, не слаще. Он пытается противопоставить перед Богом вот такие антиподы в процессе человеческой жизни. И по тому любому греху есть антипод от Бога. Он основывается на покаянии. А если человек не кается, значит, себя любит, само мнение, не хочет понять и принять. Все достаточно просто. Спасибо большое за ответ. Продолжение следует...